Здорово, киноделы, с вами Женя Тен. И сегодня мы с вами поговорим о записи звука, а конкретно о голосе. Не секрет, что именно от качества записи голоса зависит то, насколько приятным для восприятия будет ваш видеоряд. И да, каким бы хорошим не было ваше освещение, каким бы не было композиционно красивым и резким ваше изображение, без качественного звука впечатление будет так себе. И особенно это касается таких разговорных жанров, как интервью, либо же говорящая голова. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о пяти самых популярных способах записи звука, просмотрим их плюсы, минусы, а вы уже выберете наиболее подходящий для вас в зависимости от ваших бюджетов и задач. И по традиции поставьте видос на паузу, поставьте ему лайк и напишите в комментариях о своих методах записи звука и о том, что в них вам нравится или не нравится. Поехали! Самый бюджетный вариант. Даже если у вас нет ни одного внешнего устройства для записи звука, то у вас, скорее всего, как минимум, есть ваша камера, у которой также есть свой встроенный микрофон, который сейчас надалек от эталона в плане качества записи звука, какой бы новой и навороченной не была ваша камера. Да, есть камеры, встроенные микрофоны которых пишут звук плюс-минус хорошо. Например, моя Sony A6400, звук с которой вы могли слышать в течение нескольких секунд в начале этого блога. У нее микрофон даже немного направленный, то есть он не захватывает вообще все звуки и шумы по всем направлениям. Но, тем не менее, если у вас есть хотя бы какое-то внешнее устройство для записи звука, то, несомненно, нужно его использовать. Я также обязан упомянуть, что вы можете писать звук на ваш смартфон, даже при помощи внешних микрофонов. В этом нет ничего плохого, и звук на самом деле получается более-менее хороший. Я так делал, например, когда моя проводная петля физически не дотягивалась до спикера. Алгоритм следующий. Берете свою петличку и вставляете ее в 3,5-мм разъем на смартфоне, либо же через переходник Lightning на Jack, если у вас iPhone. Далее открываете дефолтное приложение диктофона на вашем телефоне, нажимаете запись на нем, нажимаете запись на камере, и хлопаете два раза в ладоши, чтобы потом было проще синхронизировать. Потом берете эту аудиодорожку прямо с телефона, можете отправить себе в условную телегу в сохраненные сообщения, садитесь за комп, скачиваете эту дорожку, добавляете ее на ваш таймлайн, и вручную либо автоматически синхронизируете с основной дорожкой, записанной с камерой. Важно отметить, что микрофоны для камер не подходят для смартфонов, и наоборот. Даже несмотря на то, что форм-фактор разъемов одинаковый. Для камер или рекордеров, про которые мы еще позже будем говорить, используются микрофоны с трехпиновым джеком, а для смартфонов с четырехпиновым. Отличие заключается в количестве насечек на самом штекере. Но это на самом деле не большая проблема, потому что вы можете на ближайшем радиорынке взять купить рублей за 300 переходник с 4 пин на 3 пин, и проблем больше не знать. Самый популярный и удобный способ. Вы просто берете любое внешнее устройство, и подключаете его в 3,5 мм разъем вашей камеры. И звук с этого устройства автоматически пишется вместе с видеорядом. Тут уже появляется вариативность. Вы можете использовать, например, проводную или беспроводную петличку, в случае, если вы записываете какую-то говорящую голову или интервью, и вам удобно закрепить микрофон на спикере. Либо же какой-нибудь направленный микрофон, который вы можете закрепить прямо на горячем башмаке вашей камеры. Это будет очень удобно в случае какой-нибудь репортажной съемки, когда ко всем петличке ты не прикрепишь. И внешних микрофонов на рынке существует просто огромное множество. Прям совсем дешевые, не очень дешевые, среднего ценового сегмента и откровенно дорогие. Но каким бы крутым и дорогим не был ваш внешний микрофон, качество записываемого звука будет все равно упираться в возможности вашей камеры, как бы это ни звучало. Потому что как ни крути, сама камера, как устройство, которое принимает входной аудиосигнал, обрабатывает его и записывает файл, она не является хорошим рекордером. А хорошим рекордером является аудиорекордер, про который мы сейчас и поговорим. Что такое аудиорекордер? Это специально предназначенные для записи звука устройства. Звук, записанный в рекордер, априори будет более чистый и качественный, чем записанный напрямую в ту же камеру. И у вас даже есть возможность предварительно обрабатывать звук в самом рекордере. Функционал разнится от модели к модели, но в целом вы можете обрезать низкие частоты, всякие жужжения, гудения, вы можете включать лимитер, чтобы не было перегрузов, и также компрессию и прочие ништяки. Кстати, сейчас я себя пишу на самый простенький Zoom H1N, который на момент выхода блога можно купить за 80 небольшим тысяч рублей. Как им пользоваться? Вставляем аккумуляторы, либо запитываем от сети или пауэрбанка. Вставляем microSD или SD-карту в зависимости от модели вашего рекордера. И дальше у нас есть аж три варианта. Вариант первый – это писательно встроенный микрофон рекордера. Как правило, это такой разнонаправленный конденсаторный микрофон, который, конечно, лучше всего подойдет для записи фоли, то есть всяких бытовых звуков окружающей среды, но и для записи голоса он также отлично подойдет. Не забудьте отстроить входной уровень записи при помощи такого вот приятного аналогового колесика, если у вас Zoom. Старайтесь следить за тем, чтобы пики вашего голоса не превышали минус 12 дБ. Нажимайте на кнопку записи, хлопаете, потом в монтажке синхронизируйте дорожки. В общем, алгоритм такой же, как и со смартфоном. Вариант второй – подключайте любой микрофон в 3,5-мм разъем вашего рекордера и проделайте все те же самые операции. И, кстати, сейчас я пишусь именно в таком сетапе, то есть у меня звук записывается с петли, подключенной в рекордер. И третий вариант для самых пытливых – вы можете писать звук через рекордер напрямую сразу в камеру. Для этого вам понадобится дополнительный двусторонний джек, один конец которого вы вставите в микрофонный разъем вашей камеры, а второй его конец вы подключите в предназначенный для наушников выход рекордера. И, возможно, вы еще подключите ко входу рекордера какое-нибудь устройство, например, петличку, и у вас получится такой вот забавный аудио-сэндвич. Да, возможно, у вас сейчас появится вопрос, а зачем такой геморрой, когда можно сразу писать в камеру? Но если у вас все-таки есть рекордер, и вы никуда не торопитесь, то если вы сделаете так, то ваш звук будет много качественнее. У рекордеров также могут быть не только 3,5-мм разъемы, но и XLR-разъемы, которые предназначены для профессионального оборудования. Например, если вы видите звука оператора, который ходит с бумом и записывает звук с удочкой, то, скорее всего, звук с этого микрофона подвешенного будет идти через XLR-кабель в рекордер. Да, кстати, вы можете посмотреть, как записывал звук Саботовский, когда снимал короткометражку, вот в этом блоге. Там и бумы, и рекордеры, и петлички, еще они там только не придумывали. Обязательно посмотрите. И, наконец, вы можете записать голос сразу в монтажную программу. Допустим, если вам необходимо озвучить сделанный вами ролик закадровым голосом. Для этого вам нужно подключить любой ваш микрофон через USB или джек к компьютеру в зависимости от интерфейса. И если ваш компьютер не распознает ваш микрофон как микрофон, то вам нужно обновить драйвера. Если работаете в Premiere, то зайдите в настройки Audio Hardware и установите ваш микрофон как дефолтный. Далее в окне Audio Track Mixer выберите трек, на который хотите писать голос, и нажмите на кнопку R. Далее внизу окна нажмите на круглую кнопку записи, и после того, как вы нажмете Play, начнется запись голоса. Если в DaVinci, то заходите в Fairlight, в микшере выбираете трек, на который хотите записывать голос, во вкладке Input выбираете микрофон, который хотите использовать, и нажимаете кнопку Patch. Далее на самом треке нужно нажать кнопку R, она станет красной. И после этого можно смело нажимать на круглешок на главной панели, и голос начнет записываться. И да, по поводу покупки различных настольных микрофонов, в том числе динамических. Если озвучка не является вашей работой, либо же вы не записываете долгие подкасты какие-то, то лучше все-таки взять рекордер, который я могу точно так же поставить на треногу, направить на себя, и он будет выполнять роль того же настольного микрофона. Но функционал у рекордера гораздо более широкий, как мы могли узнать в этом блоге. Ну вот и все. Я надеюсь, что у вас получилось подчеркнуть для себя что-то новое из этого видоса, даже если вы уже давно разбираетесь. И напомню, мы сегодня говорили только о записи звука, поэтому если вам интересна обработка, то советую посмотреть вот эти видосики по ссылке. С вами был Женя Тен. Поставь лайк этому видосу, подпишись на канал, напиши пару хороших слов в комментариях. Покеды! Субтитры сделал DimaTorzok